Добрый день, дорогие владимирцы, братья и сестры! Сегодня мы поговорим о бодрствовании. Господь прямо говорит в Священном Писании, в Святом Евангелии своим ученикам «Бдите и молитесь, да не внидите в напасть». То есть Господь призывает нас к бодрствованию, и святые отцы духовную жизнь и называли трезвением, бодрствованием. И потому что грех считается как бы духовное пьянство. Увлекаясь грехом, мы повреждаем свой разум и находимся как бы в нечувствии к тому, что мы совершаем злое, что мы пошли по дороге зла, а не добра. И поэтому, когда мы бодрствуем, это значит, мы стоим на страже своего разума, мы стоим на страже своего сердца, своих чувств. И бодрствование означает как раз не только вот то, что ночные молитвы, наш подвиг, а означает хранение своего разума. Потому что разум легко повреждается грехом, в первую очередь через помысл. Приходит помысл. Если мы этот помысл чувствуем, что он злой, что он это вредоносный помысл, и не отгоняем его молитвой, то он прорастает в чувства. Услаждая наши чувства, потом он порабощает и волю. И поэтому человек, который побеждает грех, ум, воля и чувства духом святым соединяются, и уже человек не подвластен греху в той степени, в которой подвластны люди несовершенные. Поэтому бодрствование необходимо для всех. Это можно считать еще и как внимание к своей духовной жизни. Мы все время следим, что происходит в нас и вокруг нас. И, замечая какие-то недостатки, стараемся их искоренить, исправить, уврачевать благодатью Божией и жить христианской жизнью. Поэтому бодрствование, как аскетическое понимание, включает в себя такую многообразную христианскую деятельность и защиту своего разума от греха, и своего сердца, и своей воли. Поэтому человек, который внимателен к своей духовной жизни, он совершает мало ошибок. Как говорит наша русская пословица, лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих. И стараться соблюдать правила христианской жизни. Они помогут нам для того, чтобы не уйти с правильного спасительного пути. В семье, конечно, правильное, если устроение семьи, то мужчина, он должен быть первосвященником в своей семье, молитвенником. И мы знаем, вера крепка тогда, когда больше в церкви верующих мужчин. Но сейчас у нас многое изменилось. И, конечно, больше свою ответственность за духовную жизнь своей семьи они понимают и несут женщины. И поэтому надо все равно находить время для молитвы, находить время для уединения, для восстыхания ко Господу. Ну вот, святые отцы оставили нам такое поучение, что трудись и молись, молись и трудись. Поэтому надо стараться, как вот ученики Христова мы читаем, Господь провел с ними беседу, и они, воспевши, пошли на гору Елеонскую. То есть они еще себя утешали песнопениями, псалмов, молитвословий различных. Так и мы. Если устал наш разум от творения Иисусовой молитвы, от призвания Пресвятой Богородицы, то мы можем, так сказать, пропеть какие-то тропари, какие мы знаем, Богородицы, Девы Радуйся или другие, своему святому покровителю и празднику, который, так сказать, приближается или только что был. И это все будет нас утешать в духовной жизни и помогать и в семье, чтобы всегда не только ссоры были и разные перебранки, но и чтобы молитва всегда присутствовала в стенах нашего жилища. Редактор субтитров А.Семкин